Канал Runenstein Ends представляет Химтрейлы В последнее время многие блогеры, такие как, например, Валера Крымский, глубинная информация, обратили внимание в своих роликах на это явление под названием Химтрейлы. Но Валера Крымский не всегда был блогером на YouTube. Он начинал, как же, как и я, на подмостках в Голливуд. С самого раннего детства он трудился, не покладая рук, и достиг вершин искусства. Все это за него, конечно же, сделала Матрица, но он потом ушел на музыкальную подмостку и начал петь рок. Ну а после того, как и меня наконец-то заметили продюсеры, я снялся в серии фильмов про крепкий орешек. После того, как мне надоел Голливуд, я ушел в группу и запел с Modern Talking. И лишь после всего этого я стал блогером на YouTube. Выхожу я как-то на этой неделе на террасу покурить днем. Тут дом рядом встроили, кран раскинули. Смотрю, в небе прет такая вот струя, белоснежная, прямо вверх. Думаю, за камерами точно не успею добежать, улетит сволочь. Ну думаю, ладно, сейчас телефоны сниму, а потом покажу народу все, что у меня получилось. Именно сейчас над моим домом пролетает нечто такое неизвестное, что распыляет что-то в небе. Ну, нам так объяснили, это типа химтрейлы, скидывает все это говно с самолетов и посыпает нас так, чтобы мы не очухывались, а пребывали в том состоянии, в котором мы находимся. Съемку этого пролетающего мимо самолета, не самолета, я делал на свой мобильный телефон. Это Huawei P30. Камера, в принципе, подходящая. Снять можно достаточно качественно. Вы сейчас смотрите, не знаю, на каком устройстве вы просматриваете это. Но, в принципе, вполне четко различимо разделение двух потоков с крыльев самолета или не самолета, а может быть, это и неопознанный летающий объект. НЛО движется со стороны Швейцарии и идет в направлении Франкфурта. Вещество, которое распыляется в воздухе над моим городом, это, в частности, город Ульм, никому неизвестно. Такие самолеты летают у нас периодически. Иногда все небо усеяно полосами белого цвета. Автор канала «Глубинная информация» заснял точно такие же белые полосы у себя на севере Германии. Ну, что говорит о том, что, в принципе, летали такие штуки не только над всей Германией, а, вероятно, что над всей Европой. Вы наверняка видели кучу фотографий в интернете, что стоят какие-то бачки в самолетах. И из этих бачков, через форсунки, которые расположены в крыльях самолетов, выливают какие-то непонятные химикаты в небо. Ну, а после того, как только эти химикаты растворятся в воздухе, поведение населения можно контролировать и манипулировать. Я вам показываю полет этого самолета, не самолета, но не знаю, что это. Объекты, которые движутся в воздухе, за ним четко виден хвост из двух струй белого цвета. Я заснял это от начала и до конца, с того времени, как я увидел объект в небе, и до тех пор, как он скрылся за крышей моего дома. Внедрение информации в информационное поле имеет основательно, в самом своем начале, определенную цель. То, что со всех утюгов вы слышите про химтреллы, которые летают над всем миром и оставляют белые борозды, полосы в небе, ну, как всегда, делается специально. Вашему вниманию предоставляется заранее подготовленная информация. Цель подачи информации – это внушение стереотипов в ваше подсознание. Просмотрев подобные ролики, вы соглашаетесь с тем, что вам было подано. Как говорил когда-то Богдан Титамир, people have it. Ну, а мой НЛО полетел в сторону севера, в сторону Франкфурта, скрывшись за крышей моего дома окончательно. Ну, что, у кого-то возникли какие-то версии, что же это может быть на самом деле? Самолет, НЛО, белая полоса, небо, а небо ли? Перед вами карта, развернутая на плоскости. Над плоскостью расположен каркас сфер. Сфера – это естественный купол нашей с вами среды обитания. Вот эти бравые ребята летают где-то в небе. Мне сверху видно все, ты так и знай. Внутри фюзеляжев самолетов, за место пассажиров, сидят вот такие вот бачки. Что на лето в этих бачках, кто-то из вас проверял, это на самом деле. Бравые политики во главе с Ангелой Меркель посетили один из таких самолетов. По крайней мере, так вам показывают это по телевизору или в новостях, опубликованных в интернете. И тут я вспомнил, где-то я уже видел именно точно такие же белые разводы. Наверняка все из вас мыли окна или стекла ваших автомобилей. Вы наносите химический раствор на поверхность, а потом стираете его. После чего поверхность становится абсолютно чистой. Это бригада мощников стекол, которые движутся по прямой сверху вниз. Абсолютно то же самое вы наблюдаете в небе, когда самолеты, роботы якобы пролетают по небу и чистят поверхность нашей сферы изнутри, чтобы ночью вам светили звезды. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра!